У нас есть недельное чтение, и у него имя племена, и там три темы, которые поясняются. И одна тема — это обещание. Если ты дал обещание, ты должен его исполнить. Кто помнит об этом? Кто, может быть, читал в Библии об этом? И вторая вещь, о которой здесь говорится, месть. Или воздаяние. И если мы читаем то, что написано в недельном чтении, Бог говорит Моше, прежде чем ты окончишь свой жизненный путь, иди и отомсти медианам. И уничтожь их лидеров. И третья вещь, о которой мы учим здесь в этой недельном чтении, глупое желание колен Минаши и Рувен и... Кто еще? ...вы гад. И гада. И их идея — не пересекать Иордан, но остаться по эту сторону от Иордана и поселиться там. И также у нас есть еще обязательства по поводу Откровения Иоанна. И я спрашиваю сам себя, как я должен все это объяснить в течение 30-40 минут в укороченном собрании, и все это вместе соединить. И по пути к собранию... Я готовился к этому прежде, но я получил Откровение свое личное, не Иоанна, по пути к собранию. И так что я получил Откровение, как это сделать. Так что Бог пусть поможет нам. У нас есть четыре языка здесь сегодня. Это немножко сложно. И первая вещь, с которой я хочу начать, я дам этому название первый урок. Прежде чем мы приступим к пониманию всех этих вещей, Первый урок, где Бог дает шанс этому миру. И этот шанс имеет имя Израиль. Израиль это второй шанс, который Бог дает этому миру. Когда мы читаем книгу Бытия и книгу Исход, мы видим общую картину. Как от сотворения Адама до Вавилонского столпотворения, мы видим падение этого мира. Так что от Авраама и до самого Иешуа, мы видим, как Бог уже через Израиль дает новый шанс всему миру. Он призывает Авраама и говорит ему, Ты будешь отцом множества народов, и физическим образом, и духовным образом. И мы понимаем это. Как мы это понимаем? Скажите, те, которые поверили в Иешуа, кому детьми они стали? Аврааму или Богу? Чьими детьми они стали? Божьими или Авраамовыми? Подумайте. В послании к Галатам написано, что через веру в Иешуа все народы сделали сынами Авраама. Почему? Потому что в его время, в свое время, когда Авраам явил верность Богу Всевышнему, когда тот поручил его принести в жертву сына своего Цхака, Бог сказал Аврааму, потому что ты прислушался к моему голосу и подчинился ему, и сделал то, о чем я тебя просил, твое семя умножится на земле, и у тебя будет много физических детей, и также видим, что там написано, что через веру множество народов станут твоими детьми. Так что можно сказать, что вся концепция Израиля это второй шанс, который Бог дает этому миру, чтобы преодолеть это падение от Адама до Вавилона, то, что произошло с человечеством, и достигнуть места освобождения и спасения в новой жизни. И Израилю, или Божьему народу, Бог дает соответствующие законы. Но надо понять, что эти законы, они не статические. И они развиваются в зависимости от развития человечества. И вот то, что мы приходим ко второму уроку, который я вижу здесь, это развитие. Мы видим здесь, то, что мужчина берет на себя некие обязательства, он должен исполнить их. Но если женщина берет на себя обязательства, кто может отменить это? И мы учим, в свое время, когда мужчина был, вот в такой позиции. А женщина была примерно занимала место между собакой и коровой. То есть он мог запросто, или ее отец, или ее муж, мог просто отменить то обязательство, которое она на себя взяла. И сейчас мы живем в совершенно другой ситуации. И многие вещи изменились. Например, есть сейчас в мире правящих четыре или пять королев, которые управляют этим миром. Например, Элизабетта, я не знал об этом, но, скорее всего, Клинтон, следующий президент Америки будет женщиной. То есть мы видим что-то, что происходит в этом мире. И вот я в позиции мужчины. И я говорю своей жене, я отменяю все, что ты сказал. Я верю, что есть некий порядок, духовный порядок, и он не изменился, но есть некоторые вещи, которые изменили, да, вы изменились в этом мире. И не всегда сегодня женщина менее мудра, чем мужчина. Так что мой вопрос вот какой. Вот, например, мужчина дает некое обязательство в семье. И жена видит, что его обязательство это полнейшая глупость. Может ли она отменить обязательство своего мужа? Вы меня спрашиваете, или я вас спрашиваю? Нет, вы слышите меня? Может ли женщина отменить это? В этом случае, то, что мы прочитали здесь сегодня, в Евгении 4, вне зависимости на каком месте она находится, 100%. Она не училась нигде. Но у мужчины, да, учился. И у него есть некая позиция в обществе, гораздо более высокая, чем ее. Но современный мир иной. она закончила два университета, а ее муж с трудом закончил школу. И вот он принимает какое-то глупое решение, обещание дает. Может ли она отменить его обещание? Я не хочу сейчас давать точные ответы и разъяснения по этому поводу. То, что я хочу сказать, что мир, в котором мы сейчас живем, он динамическим образом изменяется. И мы, как народ Божий, должны получать от Духа Святого и из Священных Писаний понимание каким образом нам поступать в той или иной ситуации. Конечно, Ишуа дал нам самый мудрый совет. Он сказал, даже не клянитесь. Вы помните это? Ишуа не клянитесь и будет все хорошо. Но в нашей жизни иногда мы должны давать некие обещания, обязательства брать на себя. Вдруг радостный муж возвращается к себе домой. И он такой радостный, он принес 5000 шекелей своей зарплаты домой. А его жена на минуточку 10 тысяч принесла домой. И муж ей говорит, о, я принял крутое решение. Я сегодня принял решение купить Мерседес. И эта семья сразу обнаруживает себя в большой проблеме. И иногда стоит прислушаться к голосу женщины. Потому что ответственность это как обязательство, если ты берешься за что-то, ты потом должен это выполнять. это обязательство. Это то, о чем мы здесь учим в этой неделе. Они сейчас не не вынести галактическое решение, что надо делать вот так, вот так и вот так. Но я поднимаю эту тему, чтобы задуматься. Потому что если у нас возникают вопросы подобного рода, то нам стоит над этим задуматься и обсуждать это. Я доверю, что Бог ставит мужчину в позицию над женщиной. Но есть некоторые изменения. если мы хотим благословения и успеха, нам имеет смысл действовать здесь с мудростью. Мы достигли третьего урока из этого недели. Значит вендетта медиана. Я чуть напомню вам в чем там дело. Израиль должен пройти рядом с Муавом. Это достаточно далеко от Муава. На каком этапе царь Муава Муава пришел в непосредственное соприкосновение с тучами израилевыми. Он страшится. И он призывает медианитян для того, чтобы они ему помогли. Медиан не имеет никакого резона. они далеко. Но у них есть внутренняя ненависть к евреям. Почему? Потому это стандарт антисемитский. Почему ты ненавидишь евреев? Потому что я их ненавижу и точку. И так что они предлагают Муаву решение. Они посоветовали им правильного человека, пророка Биляма, Валаама, и он даст вам нужный совет. И чему мы из этого учимся? Без причинной ненависти или антисемитизм Бог ненавидит и он не оставляет просто так таких людей, которые поражены этим. И однажды он воздает таким людям. И там написано только 12 тысяч израильтян не 600 тысяч способных держать, но только 12 тысяч. Они пошли и покончили с медианами. Пять царей они конкретно уничтожили. Этот пророк Валаам погиб вместе с медианитянами. И вы знаете, когда я думаю сегодня о нашем современном мире, кто бы мог претендовать на положение медиана, который не имеет прямого отношения к Израилю, у нас нет общей границы, но при этом он активно ненавидит Израиль. Подумайте, кто бы мог претендовать на такую же позицию? Иран. Иран они как будто бы снимают кальку с этого медиана, то, что мы читаем в этой истории. Никакой связи с Ираном у нас нет. Мы им ничего не должны, они нам вроде бы ничего не не продают нефть, мы у них не покупаем нефть. Но без перерыва постоянно они пытаются найти все новых и новых Валаамов. Например, посредников Хизбалла или какие-то другие организации. И они ненавидят нас и пытаются уничтожить. В той же самой примере Бог очевидно отомстит им. А я не знаю будут ли это 12 тысяч израильских солдат. Может быть это будет 12 тысяч ракет. Но Бог найдет какое-то решение этому вопросу. Бог всегда сводит счеты с теми людьми, которые имеют эту беспричинную ненависть к народу Божьему. И здесь я хочу перейти к книге Откровения и сказать вот что когда изучаем книгу Откровения мы видим ту же самую форму. Мы видим всемирный Вавилон. это зло мирное зло которое ненавидит сынов Божьих. Я не говорю здесь только о земле Израиля или народе Израиля. Я говорю о всяком верующем в Бога Всевышнего всяком духовном сыне Авраама. Те ребята которые ненавидят сынов Божьих Однажды получат воздаяние и наказание не от нас но от самого Бога. И это в сущности вот в этом рассказ вот книге Откровения которую мы уже изучаем несколько месяцев. Я хочу извиниться перед японцами и немцами которые здесь есть. Уже четыре месяца мы изучаем книгу Откровения. и мы достигли 19-20 главы и я хочу соединить то что мы учим там с тем что мы прочитали сегодня чтение но сейчас я говорю общине когда мы соотносимся с довольно-таки аллегорическим изложением книги Откровения мы видим то же самое отношение что всегда ненавидящих Божий народ постигает возмездие. И в этой книге Откровения мы видим суд следующий за другим судом за третьим судом и потому что всегда пророческая картина она выглядит не совсем понятной. Я хочу прочитать несколько стихов. 19-ю главу книги Откровения откройте пожалуйста. И Галу Ча Эс Кананах Боэцем Роим Квар Кальютер Ле Ам Элухи И мы здесь видим некое облегчение для народа Божьего. Мы видим что Бог уже приносит утешение народу Божьего. мы говорим в 4-5-6 в 19-е 7-е мы говорим о хатонах И мы видим свадьбу Агнца Божьего. Очень сложно понять. Есть два типа людей. Есть с одной стороны невеста и с другой стороны гости. И в ортодоксальном христианстве невеста это всегда церковь. Но на самом деле здесь не так просто понять кто же есть невеста. И здесь говорится о благословенных которые приглашены на эту свадьбу. Я думаю что и невеста и те которые приглашены и которые называются благословенными эти все это народ Божий. они родили кроме пасуки хадисре от арбайсре до 14 и увидел я отверстие неба и вот конь белый сидящий на нем называется верной истины который праведно судит и воинствует очень у него как пламя не огненный и на голове его много диадим он имел имя написанное которое никто не знал кроме его самого он был облечен в одежду обогренную кровью имя его слово божье и воинство небесное следовали за ним на конях белых обреченный весон белый чистый из уст его исходил острый меч чтобы им поражать народы пасук хамешесре мишпат 15 стих суд мы видим аллегорическую картину но в недельном чтении племена мы видим как аллегорические картины притворяются в реальность как это решается в реальности он говорит возьми 12 тысяч с собой иди и уничтожь и накажи их и написано что не только солдат пусть будет заклад весь народ когда мы читаем о таких вещах в книге чисел иди и накажи весь народ и детей и женщин и стариков всех первое что возникает в нашей голове это геноцид уничтожение народа это выглядит вот так иди уничтожь всех вообще от молодых велик как бог может вообще такие вещи делать но когда мы читаем книгу откровения мы видим что-то очень похожее те которые предали самих себя злу принимают осмысленные решения следовать за злом и воспитывают своих детей поколение за поколение за поколение и таких людей крайне сложно переубедить и крайне сложно изменить вы знаете в чем проблема Израиля сегодня по отношению к нашим ребятам палестинцам есть среди палестинцев много нормальных людей но в государственном системе образования там просто включена как органическое основание ненависть к Израилю и понятно что когда детей самого младшего возраста день за днем воспитывают совершенной ненависть к Израилю можно себе представить что из них вырастет как ты можешь потом изменить этих детей это то что называется с молоком матери они впитывают определенную установку и они больше ничего не способны понять и я сейчас не говорю о палестинцах я сейчас говорю о народах которые приняли решение сопротивляться Богу и Божьим законам и они возгревают и воспитывают и взращивают внутри себя зло день за днем поколения за поколение это было то что точно было перед потопом в шестой главе книги Бытия мы читаем написано что земля переполнилась злом злодеянием и там используется выражение слова Хамас это не просто то что по-русски говорят грех в смысле ошибка Хамас обозначает зло которое осмысленно которое осознанное зло на еврейте есть несколько определений для понятия грех когда грех в смысле хет этот человек ошибается его можно исправить когда говорится слово применяется слово авон или вина то есть совершенная жертва Иешуа которое он принес за нашу вину но есть еще одно определение для греха то что называется Хамас Хамас нельзя исцелить то есть есть абсолютное проклятие это то что произошло с тем народом с тем населением земли которое было перед потопом но в евангелии Иешу говорит очень интересные вещи то что было во дни но он говорит будет так же и в ваши дни о чем он нам 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 он говорит в том числе о том что будут такие люди которые осознанно будут принимать решение следовать за злом и против них выйдет суд божий и здесь написано в 19 главе откровения я читаю 15 16 17 18 посмотрите суд приходит и воинство небесное следовали за ним на конях белых обреченные весом белый чистый и из уст его исходит острый меч на одежде его написано царь царей господь господствующих и увидел я ангела стоящего на солнце он воскликнул громким голосом говоря всем птицам летающим по ним или птице соберитесь на великую вечерю божью чтобы пожрать трупы царей трупы сильных трупы начальников которые восстали мы видим здесь что здесь говорится о суде который однажды придет на эту землю 20 стих в определенный момент приходит ангел и он связывает змея и сатана очень сложно понять этот стих в изображении Танаха сатан это никто одиночная личность так мы учим в церквях что есть некто сатан он сопротивляется Богу вот есть Бог вот есть сатан этот сопротивляется Богу и это ошибочная картина потому что нет силы способной сопротивляться Богу сатан происходит от слова ле сатэн то есть мешать тот кто сопротивляется мешает тебе и когда мы изучаем священное писание мы можем под вот этим определением сатан видеть некий образ того что сопротивляется тебе многих обстоятельств прочих вещей и здесь говорится о том что приходит ангел и он имеет возможность связать на тысячу лет вот это все сопротивление то что называется сатана что такое тысяча лет я не знаю я думаю что это самые сложные вопросы в теле мессии есть те которые говорят что Иешуа должен прийти и он воцарится на земле и его царствуют продолжаться тысячу лет есть те которые говорят что тысячи лет о котором говорится здесь это некая аллегория что Иешуа воскресший и будучи живя внутри наших сердец он уже правит эти тысячи лет о котором говорится здесь я не знаю в чем истина сложно понять они они ищут мит над нет мы авана и хад и авана и я лично я немножко сомневаюсь как бы колеблюсь колеблюсь они мит над нет бен авана азуле мит над между этим пониманием и этим пониманием я не знаю точно как но так как я уже сказал несколько месяцев назад когда мы учим книгу откровения мы не должны пытаться понять прям все до последней детали есть вещи которые мы да понимаем но есть те вещи которые прямо обращены к нашей душе не столько нашему разному и ассоциативным образом мы каким-то наша душа способна воспринять это и отреагировать правильный в 20 стихе мы читаем как бог очищает пространство от своих врагов от 11 до 15 стиха 20 глава и увидел я великий белый престол сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля и нашлось им место увидел я мертвых малых и великих стоящих пред богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими тогда отдало море мертвых бывших в нем и смерть и отдали мертвых которые были в них и судим был каждый по делам своим и смерть и повержены в огненное озеро это смерть вторая и кто не был записан в книге жизни тот был брошен в озеро огненное очень сложно понять но из этих слов можно научиться нескольким принципам всякое наше действие всякая наша мотивация всякая наша мысль все это фиксируется определенным образом вика и минаэлет хижбонот вика бухгалтер и махниса лесфарим шела коль тнуа шекара шам бахивра шела и всякое движение денег больших и маленьких она записывает свою книгу и в конце года она делает полностью баланс всего годовой баланс так что власти для этого предназначены они могут ясным образом представить себе полную картину теперь поймите нашу ответственность все что происходит внутри нас и плохое и хорошее и с похотью и с правильными помышлениями все это представьте себе все это записывается где-то это не флешка компьютерная и это не книга в нашем понимании но все каким-то образом фиксируется и однажды мы предстаем на суде перед Богом 13 стих посмотрите и море отдало своих мертвецов о чем здесь говорится время потопа целый мир весь мир просто был сердце лица земли страшное количество людей может быть несколько миллиардов и они встанут перед Богом и они будут принуждены дать отчет Богу почему они избрали путь Хамаса то что мы говорили осмысленно осознанное сопротивление Богу те которые пребывают в Шеоле на русском в синодальном написано ад на еврейте употребляется слово Шеол это не место наказания есть определенное место наказания но это не то о чем в Шеоле есть место для наказания но также есть место для тех которые учешаются но здесь сказано что все они встанут перед Богом и что мы из этого учим и может быть ты нормальный человек и может быть все отзываются о тебе хорошо но может случиться так что там когда ты перестанешь перед Всевышним ты будешь связан своим стыдом и виной и именно поэтому пришел Ишуа вот чем наша нужда в Ишуа почему мы нуждаемся в нем чтобы быть оправданными на этом большом суде перед Богом праведник чтобы его праведностью мы оправдались в ортодоксальном иудейском мире есть такое выражение вы знаете есть хасиды любавичские бреславские и так далее и соответственно последовательно того и другого движения называются хасиды бреславские или любавичские вы знаете в чем смысл этого слова хасиды они получают милость от Бога праведностью их лидера если любавичский рабе был настолько оправдан настолько благ перед Богом то его последователи его ученики как бы его праведностью получают так же как бы в его тени греются но эта картина говорит нам так же потому что правильно было бы нас назвать хасиды ешуа почему мы хасиды ешуа потому что мы верим в праведность ешуа мессии который умер праведник который умер за нас для того чтобы искупить весь мир и его праведностью мы оправдываем и когда однажды мы пристанем пред всевышним на суде и не будет человека который избежит этой участи но у нас есть обещание и искупление мира это послание которое мы можем извлечь из этого аллегорического сказания книги откровения сложно понять как они с кем они воюют что и как сложно понять связь во всем этом деле сатаны но я верю что весь этот рассказ возбуждает в нас жажду к Богу и желание кричать к Богу Отец одаем кшани улай рахох улай коров ле регазу сегодня когда я может быть еще далек или близок от этого момента когда я перестану пред тобой уже сейчас я хочу быть праведником хасидом в тени Ишуа я хочу быть человеком который избирает праведность который не избирает хамас умышленный грех я хочу исполнять твою волю я хочу получить твою мудрость как мне жить день за днем в том числе с обязательствами обещаниями которые я беру и все это не так просто дай мне мудрость господь здесь я хочу закончить я думаю что достаточно я хочу Продолжение следует...